Книга «Открытым окон» 9 том. Тема литературы. Вопрос 2249. Как относиться к тем публикациям, какие присылают или выуживают из интернета о патриархии и других архиереях? Патриархийных или зарубежных? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне присылают почти все издания. Такие сведения и приходится читать, знакомиться. Есть полезное, есть безразличное, есть вредное. Чтобы не ошибиться, лучше ничего не читать. Но если ведешь какую-то работу, духовную, то эти сведения могут пригодиться. Только что получил два письма через нашего батюшку от Черкасова Владимира Георгиевича. Москва, улица такая-то. Все о архиепископе Марке Арнте, что он мог быть завербован в КГБ еще в юности и теперь выполняет заказ КГБ по соединению РПЦЗ с Московской Патриархией. Допустим, что это так, но на меня это никак не повлияет и душе моей не повредит. За него усилю молитву. Но если это не так, то как бы не быть виновным напраслением? Но действия Марка мне не нравятся. Он не знает, что за этим соединением последует. Регулярно присылают нам церковные новости. Дочь епископа Граббе Григория господина Шатилова. На 12 страницах она много дает информации. Уже около 130 журналов выпустила. Благодарю всех, кто присылает. Притча 25.25 Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Иеремия 4.16 Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны, осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Привыкаешь к присылаемому, а это им даром разве дается? Сколько труда они полагают, чтобы данные собрать и нас предупредить об опасности. Да воздаст им Господь благом и в вечности. Когда прочитаешь, присланное от еретиков, от виссарионов и иных, то ужас охватывает, скольких людей они отравить могут. И тут нужна молитва, чтобы Господь сохранил от потока змеиной реки. Откровение 12.15-16 И пустил змеи из пасти своей след жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Марка 16.8 Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Распустеха немысли прожить, распоясавши ум, не по ветру полощат подчас паруса, затвори только дверь, и уменьшится шум. Голос совести глушат извне голоса, не умысли пройти под запрет, в карантин, от худого сообщества дальше держись. Вожделенье огонь потушит, укроти, только в Боге возможно достойная жизнь. То у подполчищ татарам монгольский свиреп, а слепить угрожает, в полон преневолить, суррогатное чтиво про белых и красных не хлеб. И на этом и сдохнет душа, истекая от воли. Чем бы только не тешились взрослые дяденьки-тети, испохабивши кафедры ложной терпимостью вере, обстановка изменится тут же, кому запоете, три шестерки считая, не знаком антихристозверя. Подтяните свои пояса на слабеющих чреслах, рукояткой анафемы, анафемы полбу себя пробудите, без закваски христовой Ваши речи занудны и пресны, и без Бога детеныш не храбрым растет, а бандитам. Отделите чертою, светящейся и в темноте, заповедано, как нам всем сердцем, умом почитать Иегову, и увидите, мнение бредует не за тем, кто оставил пример уникленное вечное слово. Не при серенькой мгле проживешь на земле, отделившись от тьмы фиолетово-левой, аромат вожделений замешан на адской смоле, хорошо быть духовным атлетом, отнюдь не калекой, груз стенаний, болячек и жалоб стряхни, перевертыш прилюдный себя полновесно не любит, интернет проседает от белой и красной брехни, не писание им дверь, перелазит коварно и инде. На общественном мнении не вечное строит, не дерзни оказаться обманщиком лютым, будешь вечно с Иисусом или выброшен, проклят, все зависит, быть может, от этой вот самой минуты. 17 июня 2004. год Игнатий Лавкин посвящается писателю Владимиру Черкасову Георгиевскому. Субтитры создавал DimaTorzok